Ложись! На СНН при этом прямым текстом говорят, что удары по России – это новая стратегия Украины, а нам с вами предлагают привыкать к подобному опыту. Продолжение следует... Продолжение следует... Правильно, конечно. Сложные чувства. Сложные чувства. Враг обещал некоторое время тому назад, что перенесет боевые действия на территорию России. Враг выполняет свое обещание. Обещание, которое он давал своим спонсорам. И когда мы в этой студии много раз говорили на тему предполагаемого контрнаступления, то почему-то многие... Мне с самого начала было это не очень понятно, еще раз повторяю, я не в спецвоенных делах, но все связывали это почему-то с каким-то сокрушительным ударом, который где-то будет наноситься. Собственно, так нас и кормили этой информацией, что вот будет какой-то рассекающий удар, что выйдут к Казовскому морю, перережут коммуникации, пойдут, значит, бронетехника, огромное количество живой силы. Я не исключаю, что это тоже может быть, но, на мой взгляд, контрнаступление так называемое. Вот мы сейчас его имеем, но вот в этом таком варианте. Ну, во-первых, в начале боях на Грайворонском направлении и в окрестных селах выяснилось, что сил и средств у нас, в общем-то, недостаточно. По большому счету об этом сказал и губернатор Белгородской области, когда озвучил мнение, что у него есть претензии к Министерству обороны. Поэтому, ну, раз произошло такое событие, значит, на это направление, я имею в виду, Грайворон, надо перебрасывать, что общевойсковые подразделения, артиллерию, материальные средства, короче говоря, усиливать там прикрытие государственной границы, так или иначе. Теперь события в Шебекино. Опять-таки, надо и это направление, выходит, усиливать. Надо, значит, откуда-то брать силы, средства, артиллерию, бронетехнику, авиацию, личный состав мыть. Откуда их взять? Либо с направлений, которые ведут сейчас напряженные боевые действия на Херсонском, Запорожском, Донецком направлении, либо из резервов вооруженных сил. Откуда бы ни взяли, в целом-то это будет ослаблять основные направления, на которых ведутся вооруженными силами Российской Федерации сейчас боевые действия. Ну, в этом как раз может и состоять замысел, что растащить наши силы, средства, усилия. И вполне возможно, что события вокруг Шебекина, это не последняя страница в этом замысле. Вполне возможно, что подобные действия будут и в других областях. И в конечном итоге, когда мы действительно растащим все свои силы и средства по всей 1500-километровой границе, вполне возможно, что они перейдут к доступательным действиям и на других тактических и стратегических направлениях. Возможно, в этом состоит и замысел. Делаем один единственный вывод. Вопрос Украины надо решать раз и навсегда, иначе потом будет поздно. Уже сегодня Киев де-факто оружие, с помощью которого НАТО ведет с нами войну. И мало вырвать это оружие из рук врага, нужно сделать так, чтобы оно к нему больше никогда не попало. Мне кажется, необходимо менять саму парадигму специальной военной операции. СВО заканчивается, начинается народная война. Уже речь идет не только о защите новых регионов России. На историческую Российскую Федерацию, границу 1991 года, Напали, Шебекина, Грайверон, это не самые маленькие населенные пункты. Белгород. Белгород, оттуда вывозят людей. Я считаю, что Конституция обязывает граждан России защищать свою родину. Курская область, беспилотники в Москве. Вот необходимо пересмотреть подход. Ограниченными средствами справиться не получится. Нужно выводить дополнительные силы. В противном случае ситуация будет для нас ухудшаться, и те издержки, которые мы понесем, они будут выше. Такие решения уполномочен принимать только верховный главнокомандующий нашей страны Владимир Путин. То, что сейчас приходит в голову, еще раз скажу, уничтожить к чертовой матери все живое в Харьковской области. В наказание, чтобы не повадно было. Вернемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!